Привет! Загружаемся нашими сумочками, еда, купальники, полотенчики, все с собой. Привет! Май, дорогая. Давай, садись вперед, Анечка сзади поедет. Мы поворачиваем в Чамьё. Сразу возле заброшенного отеля к нему так и приклеилось это название с правой стороны. Территория огромная, 140 тысяч квадратных метров. Остатки зданий. Все, мы уезжаем. Еще одно здание. Знаменитая гусеница. Во что может превратиться цивилизация, если не заниматься вот и на этой стороне? Всем привет! Всем привет! Канал Turkish People. Мы сегодня идем в маленькую экспедицию. Обещали детям показать, походить по заброшенному отелю. А более удобную обувь, кроссовки. Мы уже здесь были. Полтора года назад тоже снимали видео. Но тогда дети были маленькие. А теперь подросли. И мы сегодня тем более не одни. Я вот с подругой Ирой. И Дениска. Ну, моих знаете. Возможно, вы тоже здесь были, бродили по территории. Ну, можете сравнить, что теперь здесь происходит. Отель называется Holiday Area Eco Dream Club. На самом деле здесь вообще три было отеля. Вот это вся гора. Там еще два было отеля. Построены они в середине 90-х годов. Отель начал испытывать серьезные трудности в 2010 году. И на той стороне на горе уже даже закрылись корпуса. А вот эта часть, которая у моря, она работала до 2014 года. До 2018 года здесь была еще охрана. Все сохранилось в том же виде, как и было. И заправленные кровати были, комнаты. А потом охрану сняли. И вот во что превратилось. Вот так. Теперь выглядит главный холл. Есть фотографии в интернете. Здесь вот было закрыто все стеклами. Был бассейн. Даже есть ролики на ютубе. Старый. Сандрич кровать. Да, здесь можно пройти вот там. И даже зайти в корпус посмотреть. Я смотрю, ходили уже. Нет, конечно, по лестнице вниз не будем спускаться. А вот здесь можно выйти. Вниз тоже страшно. Делали ремонт. Свежий положили плитку на плитку. Плохой способ. Не выдержала. Вот. Здесь есть выход. Мы до этого ходили по развалинам древних городов. А вот развалины отели. И еще не совсем он древний. Так, осторожно. Аккуратно. Аккуратно. Вот, видишь, зарастает здесь все. Можно зайти внутрь посмотреть. Еще мы когда были здесь, не увидели лифтов. Только лесенки подниматься. Да, и у кого-то вот был номер на минус первом этаже вот с таким видом. Не очень комфортно. Аккуратненько. Здесь стекла. Для этого мы и пришли в кроссовках. Идем медленно. Да, максимально разграбили. Вот мебель даже сломает. Можно зайти внутрь посмотреть. Дайте номер посмотрим. Проходим. Обзор номера. Обратите внимание, низкие потолки. Вот сейчас номера гораздо более просторными делаются. А вот еще нет. Лена, зато зеркало осталось. Зеркало? Да. Здесь есть зеркало. И это шкаф. Это шкаф. Был здесь кондиционер, центральное кондиционирование. Было мы на все. Заходи дальше. Здесь две комнаты. Вот это акварианная полка. Была акварианная здесь. Наленький балкончик. Низкие, низкие потолки. Это шутишь, могу я. Да. Двери узкие. Балкончик. Нужно ввести. Это, кстати, может упасть. Соседний отель сейчас работает. Смотрите, что могло быть, а что сейчас. Там рабочие отель. Замброшка. Траш. Два маленькая комната. Номера мы третий. Совсем не тянет на пятизвездочный отель. Очень-очень низкие потолки. Пойдем дальше. А там что, в жакузи? Главный бассейн. Это жакузи. Вот горка. Видишь, синенькая встроенная? А вон там есть повыше. Здесь еще есть аквапарк на горе. Нет. Нет, 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 Анечка. Это другие ягоды. И вот это. Вышли мы к морю. Да, большая территория. Корпуса невысокие. Где стоит машина, это вот сделано было как будто это корабль. Здесь, да, а вот там, где люди сверху, тоже было здание, принадлежащее отелю. Ну, теперь вот общественный пляж. Вот здесь еще был каскад водоплодов, бассейнов. На старых фотографиях сверху смотрелось красиво. И вот тоже одна из популярных фотографий вот с этим китом. бассейн, а здесь можно было внизу пройти и через стекла было посмотреть. Смотрите, там даже смотри. Да, видишь, кит какой. Может быть, даже вы были в этом отеле. Система мостиков. Осторожно, да. Здесь был люк. Люк украли. Даже люк украли. Как быстро может прийти запустение. Такой огромный проект. Осторожно. Смотрим под ноги внимательно. Вот еще одна горочка. Сюда приезжает маленькая для маленьких детей. Пойдем мы через мост на другую сторону. Мост построили крепкий. Разобрать его не могут. Только перила украли. Вот сейчас мы на крыше. Там был ресторан. Еще люди сюда на крышу заподнимаются. Да, и видим мы, какая большая территория. Идем мы в обратную сторону. Вот здесь вот сторона возле моря, которой побродить можно. А там через мост мы перешли и говорят, что нельзя идти. В принципе, вот уже увидели, что может превратиться нашей цивилизации. Вот в это. Буквально прошло 20 лет. И ничего не осталось. Все разграблено. Все развалилось. Если ничего не поддерживать, будет вот так. и идем мы обратно тем же путем, как и пришли. Едем мы на море. Ого, а что там? Это шахта лифта, мам! Это шахта лифта. Осторожно. Владимир, это лифт тут. Ну да, кнопочки лифта. Вот как теперь выглядит. Ничего не осталось. Чтобы это восстановить, надо огромные деньги. Проще это все снести и что-то построить новое. Если найдется инвестор. Задумка была интересная. На той стороне была и ферма, аквапарк, парк животных. Интересные фигурки из мультиков. Ну, все-все. Устарело. Не требуется реконструкция. Не знаю, когда-нибудь может здесь появится и новый отель. Может, таки будет стоять еще лет 20. И поедем мы по территории Чам-Юва марка Пола Клаб. Тоже отель обладает большой территорией. Температура 39 градусов на улице. Поэтому практически никого нет. Все либо возле моря, либо сидят дома. А мы едем к морю и заодно вам покажем, какие отели здесь есть. Кстати, в Чам-Юва очень много дач. Это такой большой поселок. Отель Семена. Нет, уже увидели значок Эмель де Сан-Клаб. Это вот поворот направо. Здесь два отеля. Астерия, Кимер, Ризот вот въезжаешь в один въезд и потом либо направо, либо налево поворачиваешь. Чам-Юва много сосен. Вообще даже переводится Чам-это сосна, Юва-это гнездо. Свежая ракет. По-русски написано. Маленькие магазинчики, как во всех поселках. Кин-хаус. Четырехзвездочный отель. Здесь трех-четырехзвездочный отель и есть. И на первой линии пятизвездочный. Приезжает сюда автобус. Вы видели, да? Который в Текерово едет, он и здесь останавливается. Заезжает. Лариса Ин. Здесь есть Мигрос, но Мигрос маленький, Мигрос Джет. Здесь там был отель. Причем Юл очень зеленый поселок. Красивый променад сделан. Океанникам. Милый океаник. на горках катаются горки горячие какие сейчас проезжаем возле отеля lucida beach 10-звездочный отель у них выход к морю есть отеля здесь в три линии большинство выписок на русском языке мы решили в этом году проинспектировать все пляжи всех поселков Вот здесь вот проезжаем отель Зена. Резорт-отель пятизвездочный. Работает. У него очень зеленая территория. Мы как-то гуляли по ней. Приехали там. Теперь будем искать место на парковке. Уже здесь. Вот эти, кстати, дачные ситы с видом на море. Удачно. А, у нас пикничок в Чам-Юва. Приехали мы из Анталии сюда. Мы ездим, инспектируем пляжи. Продолжили нашу традицию. И потом расскажем, где хорошо, где нет. Первое, что мы заметили, что вот здесь был общественный пляж. А его теперь не стало в том виде, какой он был ровно год назад. Здесь много пляжей-отелей. И нам приятного аппетита. Сидим в тенечке. Очень по-турецки. Видим, проплывает прогулочный кораблик. Их много из Кемера выходят каждый день. Развлекают людей. Собрали, выбросили мусор. Сейчас отснимем здесь все, что вам покажем. Вы сделали себе выводы. Я могу сказать так, что Чам-Юва. Это недорогой поселок. Отели здесь недорогие. Но очень зелено. Очень здесь приятно. Тихая, спокойная обстановка. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вовсю играют в волейбол Идем к морю Покажу Здесь песочек серый Немножко с галькой Пляжи Кимера галичные Только отличаются размером гальки Здесь раньше был общественный пляж А вот Это перенесли дальше Вот тут сегодня ветер Отдыхающих очень много В этом мы могли убедиться Я снимала с дронов Показывала, сколько людей плавает Здесь море Море теплое 30 градусов Здесь галька Все прозрачное море Субтитры сделал DimaTorzok Скоро банан отправится в путь 10 долларов Для того, чтобы проехаться на банане С человеком Общественный пляж Вот то, что от него осталось Этот маленький кусочек Нам не понравился Вот этот здесь Едем мы дальше Проинспектировали Чамьювом Туристам здесь хорошо Здесь все придумано Для туристов Здесь только для туристов Все предусмотрено А всем остальным Здесь типа делать нечего Очень скучно Даже дачникам Здесь негде искупаться Надо ехать куда-то дальше Вот идут туристы Из всех отелей На свои пляжи Зато у всех отелей Есть здесь пляжи Ну а местные хорошо видно Все прячутся под деревьями В тенечек До встречи в новых видео Всем пока-пока А следующее наше видео Будет тоже из Кемера Мы едем в следующий поселок Какая огромная территория Вся гора была застроена Домики разнообразные Адель был большой 140 тысяч квадратных метров Телет